Всем привет, друзья, а с вами Берваря. Сегодня ролик, опять-таки, я не стал что-то выдумывать. Мне сегодня в инстаграме задали вопрос, где я сказал, Никита, а что у тебя пивные идеи кончились, что на ютубе так мало контента? И да, у меня действительно, в принципе, кончились идеи, поэтому я сегодня опять пошел в пятерочку. Вот, и решил обозреть пиво, которое, ну, не то, что я там не видел, то есть это пиво, которое относительно недавно там появилось. Новинки, не новинки, не знаю вам решать. Я, как бы, вот эти сорта пива, ну, вот кроме одного здесь стоящего на столе, я их не пробовал. И то я пробовал вот это пиво, я говорю про пиво Эйгер, я его пробовал непосредственно в Австрию. Вот, и давайте поговорим. Пиво все недорогое, попробуем, а стоит ли его брать, и вообще, как бы, стоит ли на него деньги тратить. Ну, и да, перед началом видео, как всегда, как всегда, небольшая рекламная интеграция себя любимого. В магазинах сейчас в Москве и Санкт-Петербурге можно найти все три наших пива. Боярышник, шлычок, коньячок и невыносимую легкость питья пива, который относительно недавно у нас появился. Вот, что хочу сказать. Пива мало, оно довольно, оно довольно бодро продается. Боярышника мы допродаем уже вторую партию. Остается совсем немного для того, чтобы бодрее она уходила. Мы сейчас снизили цену до 200 рублей на него. Вот, а, соответственно, два вот этих чудесных пива тоже вы можете найти. Шлычок, коньячок и моя любимая чудесная газешка с крыжовником и лаймом. Вот, все эти три пива можно найти в наших магазинах в Москве по адресу Люблинская, 147, Санкт-Петербург, Малодеско-Сельский проспект, дом 11, и оптика в 45, корпус 1, приходите. Так, давайте приступать, пробовать, пробовать эти божественные сорта из пятерочки. Начнем с самого дорогого. Пиво называется Либенбрау. И вот это вот, вот это пиво так точно новинка, вот это у пива так точно. Я его вижу, вот буквально, вот начал, вот только-только, вот буквально пару недель назад оно начало маячить. Буквально вот пару недель назад, может, оно начало маячить, у нас пятерочки. И я, честно говоря, думал, что это, что это Вайцин. Вот, и даже сегодня, когда в магазине покупал, тоже думал, что я беру Вайцин. Не знаю, то ли остаться с Либенвайсом, то ли, в принципе, как бы вот тут баварские опять мотивы нарисованы. И пиво, кстати, это сегодня в обзоре самое дорогое, 80 рублей стоит банка-то у пивка. И да, это, собственно, у нас Хеликс. Хеликс, то есть это, ну, классическое, классическое светлое пиво. Значит, где это делается? Кайзербрау ГМБХ. Нойхаус. Нойхаус, Бавариан, Пурити, Лав. Ну, опять, короче, закон о чистоте пива. Вот это вот все. Импортер. То есть это действительно, действительно, импортное пиво. Где находится город Нойхаус, я не знаю, сейчас гуглить не буду. А про пивоварню Кайзербрау тоже, честно говоря, я ничего не помню. Вот. Не буду сейчас говорить там, это какая-то там фейк, не фейк, какая-то типа специальная экспортная пивоварня, где по заказу фигаря для... Нет, я вот сейчас вот этой темой не буду заниматься. Давайте просто тупо сегодня пробовать. Вот. И говорить норм или не норм. Потому что в прошлый раз я вообще умудрился один сорт пива обозревать полчаса. Вот. Меня за это, конечно, очень крепко в комментах накидали. Но, знаете, дорогие друзья, сейчас бы пиво светлое за 30 рублей, сейчас бы его серьезно по фактам обозревать. Вот. Поэтому, ну, давайте попробуем Либбенбрау. Ну, слушайте, ну, объективно... Ой, кукурузой пахнет. Прям вот запах. Запах вареной кукурузы. Прям вот серьезно. Хотя в составе, ну, конечно же, тут чистота пива, вот все на свете. То есть солод, там, хмель, вот это все. То есть кукурузой не должно пахнуть. То есть, возможно, это... Ну, возможно, конечно, это какая-то посторонка. Возможно, сюда все-таки, что все-таки здесь немножечко натрындели. И здесь какая-то, какая-нибудь несоложенка есть какая-нибудь для того, чтобы это все делать подешевле. подешевле сварить. Хотя нет, написано ячменный солод. Не важно, короче, не важно. Кстати, не, не подвыветрилось. То есть прям такой даже... То есть запах именно кукурузы из консервы. Вот. Если есть специалисты, пивовары, технологи и так далее, то напишите, пожалуйста, что это такая за посторонка, из-за чего такой запах может появляться. Ну и... Ну и да. Я перед обзором записывал тикток про Грол, и пропустил бутылочку Гролша. Конечно, на фоне Гролша это, конечно, меркнет. Вот. Но в принципе, в принципе, сильно там за что-то поругать от пива я на самом деле не могу. То есть это... Дреноватый, дреноватый лагер, но намного лучше, чем многие другие представители недорогоого пива. Точно вкуснее паулайнера, хелеса классического светлого. Не пшенички, а вот именно... Вот именно лагерочка. А вот он повкуснее, понасыщеннее, поплотнее. Если бы я его пробовал вслепую, я бы, наверное, не сказал, что это немец. Я бы, наверное, сказал, что это, ну не знаю, может быть, Прибалтика какая-то или что-то еще. То есть, ну вот такой какой-то он. Действительно очень насыщенный, очень такой солдовый вкус. Практически без горчинки. Такая легкая лагерная кислиночка. Но хлебный... Не, это как бы нормальное пиво. Нормальное. То есть мне вот прямо сейчас нет повода ругать его и кривляться. Но вот этот запах кукурузы, конечно, он прям супер дурацкий. Вот. Не, неплохо. Не могу сказать, наверное, что я его буду брать. Потому что, например, опять же, в той же пятерочке. То есть как бы вот эта штука стоит 80 рублей. И я попал на днях на акцию на пиво Бэкс. Вот. Вот. Тоже оно стоило там, по-моему, то ли 85, то ли 87. То есть тоже как бы до сотки стоил Бэкс. Вот. Естественно, я сразу себе вот оно в такой вот упаковочке, вот, которые эко-активисты обычно ругают, где дельфины носом застревают. Вот этой вот фигне. То есть я вот такую вот связочку из шести штук. Я его унес домой. То есть Бэкс вкуснее. Бэкс легче. Насыщеннее, приятнее. У него более классический вкус. То есть здесь все-таки, ну вот, чувствуется, что что-то вот здесь вот такое. Такое. Хотя тоже, ну вот, не сильно загазированное. То есть там отрыжки мощные не будет. Ну, более-менее приятно, короче, пить. Не могу его поругать сильно. Вот. Но оно и самое дорогое. Дальше, значит, следующее пиво. Эггер Марцин. Да, кстати, сколько у него крепости? Это 5,1. Ну, в принципе, да. Вот. Эггер Марцин. Эггер – это пиво производства Австрии. И пиво Эггер лежало, по-моему, одно время в красном и белом. Вот. По-моему, оно оттуда пропало. По-моему, сейчас его там найти практически невозможно. Или вообще, по-моему. По-моему, нет его. Сто лет не видел. И пиво Эггер – это пиво из Австрии. Я его пил в городе Инсбрук. И в Инсбруке я его купил. Ну, как бы в Австрии почему-то вообще, ну, как бы толком не было никакого пива. То есть супермаркеты. В супермаркетах был достаточно ограниченный ассортимент. Причем эти супермаркеты еще и закрывались там что-то, я не знаю, в 3 часа дня. А открывались там в 12 часов. То есть там вечером можно пиво купить. Ну, в принципе, на самом деле, как во многих других европейских городах, особенно не очень больших. То есть вечером попить пивка и вообще поесть, купить продуктов. То есть это либо какие-нибудь кафе, рестораны, бары, либо это какие-нибудь арабские лавки. То есть это вот, ну, как бы если европейцы нормально, они там 4 часа в день поработали, все, пошли домой, все окей, то арабы как бы по классике примерно как положено. Как бы они чуть ли не круглосуточно сидят в своих лавках и предлагают купить все на свете. Либо это шавермы, то есть это кебабные, а в кебабных тоже. То есть можно там как, собственно, и кебаб съесть, и еще какой-нибудь напитки купить, и пив в том числе. Вот. И пиво Эггер, это как раз было то пиво, которое я купил в кебабной, потому что что-то время было в районе 9 вечера, и мне захотелось еды. И я вышел, понял, что вообще ни черта они работают. Вот совсем. И ни одно там кафе, ресторана не было, в отеле что-то было все дорого, и я купил себе кебаб, и вот взял несколько сортов пива Эггер. Давным-давно у меня в Инстаграме, ну, давно я ездил уже в Австрию, даже не скажу, по-моему. И пиво мне, ну, не то чтобы понравилось, то есть, ну, пиво и пиво. То есть как бы какое-то оно было обычное, не супер выдающееся. Стоил тогда с меня, взяли, что-то, наверное, 2 евро. В этой кебабной понятно, что в супермаркете, наверное, было дешевле. Сегодня в пятерочке за пиво Эггер Марцин файн гихоптф. Сегодня в пятерочке за пиво Эггер с меня взяли 64, по-моему, рубля, что, в принципе, совсем мало. А это Марцин, то есть это крепкое до 100 должно быть пиво, хотя нет, смотрите, алкоголь 5. То есть получается, что Марцин, Мэгцин, Мэгцин, который должен быть как минимум градусов 6, он у нас легче, чем классический Хелес. Вот, ну, ладно, пускай. Может быть, он хотя бы будет насыщенный, карамельный и нет. Пиво как пиво. Даже, по-моему, тоже светлее. То есть, посмотрите, это типа Марцин. Даже вот этот вот Либенброй, прости господи, по-моему, светлее. Да, кстати, в этих бокалах, то есть не обращайте внимания на отсутствие пены, это фишка этих бокалов. То есть здесь прям моментально пена сходит в них. Я смотрел обзор пшенички, я там немножечко ругался на пену, но нет, то есть как бы повода там ругаться нет, потому что реально, если я сейчас возьму это же пиво и налью в какой-нибудь другой более классический бокал, то все как бы с пеной будет более-менее нормально. Ну, пахнет, пахнет пивом. Причем, опять же, пахнет просто обычным, обычным лагером, то есть без каких-то там... Ну, это все-таки, ну, Марцин все-таки, но это все-таки крепко, более-менее крепко, это согревающее такое карамельное пиво. Честно говоря, вот это странно, почему они тут написали. Как ни странно, во вкусе чувствуется вот этот вот спирт, то есть это вот как... Я сейчас как сторонник порошковой теории, то есть вот прям чистейший этанол здесь чувствуется. И вот, кстати, если бы я это пиво, опять же, пил вслепую, я бы, наверное, сказал, что оно крепче. Я бы, наверное, сказал, что как раз оно где-нибудь градусов там 5,8-6 там и больше. Вот, потому что прям такой конкретный спиртовой привкус у этого пива есть, при этом он раз и смылся. То есть как бы, ну, пить от пива был глоток сделать довольно тяжко, но при этом потом оп и все. Бокальчик под хорошую какую-нибудь закуску? Ну, типа да, но типа вот это пиво не очень вкусное. То есть если, например, на безрыбье полном я либенброй этот еще как-то, наверное, смогу к себе взять и вечером баночку выпить, то вот этот Эггер я, наверное, брать не буду никогда. Вот, и вам его посоветую на то, как разве что кругозор свой пивной расширить. И если захочется, вот. Хотя можно пивной кругозор расширять каким-то другим способом. Это как случай, я не знаю, там, если вам захочется получить какой-нибудь некий сексуальный опыт новый, то можно сделать что-то там такое прикольное и приятное, а не, например, там... Ой. Ну, короче, вот. То есть можете все-таки выбрать из каких-то там других вариантов, например, не приставать к животным. Ну, давайте следующее пиво. Следующее у нас пиво будет Коронет. Пиво Коронет. Вот пиво Коронет точно давно уже продается. То есть как бы я точно... Здесь я отстал серьезно от трендов. Это... Но, опять же, я его не пробовал. То есть это, кстати, тоже недорогое пиво. Оно, по-моему, стоит, если я не ошибаюсь, рублев 60... Оно стоит 64,99. А здесь пинта. То есть здесь не 0,5 и не 0,45. Здесь 0,568. Уж не знаю, в чем прикол пинт, но, соответственно, из-за того, что здесь пинта, соответственно, пиво здесь налито, ну, чуть ли не на 100 грамм больше относительно к классической бутылке, то, соответственно, можно там пересчитать пиво на стоимость 0,5 и откинуть от 65 рублей еще, ну, десяточку можно. В принципе, получается, пиво там чуть больше полтинник. Стоит по факту за 0,5. Вот. Это уже приятно. Значит, это тоже лагерь. Премиальный. Бритиш-стайл. Алкоголь 4,6. И произведен он в Республике Беларусь, Гродненская область, город Лида. Вот. На, соответственно, заводе Лицкое пиво. Вот Лицкое пиво все знают, но при этом оно ни черта нигде не продается. Вот Коронет начал продаваться вообще везде. Но пиво я это не пробовал. Кстати, у меня, на самом деле, вот давно такая мысль в голове. То есть все отлично знают, что в России очень распространены магазины белорусских продуктов. То есть это просто как такая вообще уже прям мощная сеть по всей стране. Вот эти вот красно-зеленые вывески с белыми буквами. Вот это вот там многочисленное там мясо, молоко, сало там и так далее, которое там продается. Я, конечно, понимаю... Я сейчас не буду рассуждать на тему качества продуктов, которые там продаются. Я не буду сейчас говорить о том, что там сам белорус туда не ходит особо, как бы во всяком случае в Москве. И все это как бы... Ну, понятно, что есть какое-то такое вот устоявшееся мнение у некоторых людей, особенно старшего поколения, что, дескать, раз в Белоруссии батька Лукашенко, который всех вот так вот в кулаке держит, то, наверное, там как бы качество продуктов выше. То есть отсылки вот эти к СССРу, ГОСТам и так далее. При том, что, в принципе, опять же, у нас... Ну, понятно, что, наверное, не в каждом магазине, в сетевом, да и белорусские продукты в сетевом магазине вы тоже не найдете. То есть если вы придете в какой-нибудь магазин фермерских продуктов, или там, я не знаю, даже тупо, если вы живете в регионах, а наверняка многие меня сейчас поймут, о чем я говорю, даже если вы тупо придете на рынок, какой-нибудь хороший центральный городской рынок продуктовый, то вы найдете огромное количество хороших продуктов. То есть и мяса, и овощей, и фруктов, если сезон, и с молочкой кто-то стоит, и какие-нибудь стоят бабульки, какие-нибудь дедульки, продают домашних кур, рут, гусей, уже как бы такие, вы знаете, которые вот подпалили перья, то есть они такие вот лежат, слегка обугленные, и это будут хорошие вкусные продукты, будут стоить не очень дорого, но при этом почему-то вот распространена вот эта сеть белорусских товаров, и, ну, народ туда ходит на самом деле, если бы народ туда не ходил, то, наверное, бы не открывались они такими пачками по нашим городам, и вот мне интересно, вот есть ли наверняка белорусы есть среди зрителей канала, а вот есть, например, в Белоруссии, вот есть, например, есть, например, не знаю, в Минске магазин русские товары, вот, чтобы там лежали там фермерские продукты производства российских фермеров, мне просто интересно, то есть это же такой же вот логотип, вот должен быть, вот, в виде там, не знаю, вот там белого верха, красного низа, и синими буквами должно быть написано там российские товары, вот, когда заходишь, вот, там тоже вот там мясо, молоко, там еще какие-то вещи, ну, не знаю, короче, я не знаю, напишите мне, в чем прикол белорусских товаров, возможно, я в чем-то ошибаюсь, возможно, как бы делаю большую ошибку, что туда не хожу, вот, давайте попробуем, давайте попробуем лидский коронет, кстати, вот он из, вот на фоне вот этих вот немцев, немцев и австрияк, лидское пивко, вот это выглядит гораздо приятнее, как по мне, вообще практически нет никакой газации, даже здесь, смотрите, несмотря на то, что бокал специфический, пенка держится. Меня сейчас рвет на две части, с одной стороны, с одной стороны, я хочу сказать, что, что это неплохо, то есть, это такая вот мужицкая классика, что-то такое вот из ассортимента магазина разливного пива, это довольно солодово, очень такой, такие прям мощные дрожжи поперли, не как в пиве, там, не знаю, афанасии ремесленные, но все равно, то есть, дрожжички есть, горечи практически я не чувствую. В запахе есть спирт, но во вкусе нет спирта, то есть, пьется достаточно мягко, приятно, но вот остается на послевкусие, знаете, даже не то, что афанасия, вот было или есть до сих пор такое пиво, вот волжанин, такое вот прям мужицкое, супер классическое, такое пивко, и вот у него было такое вот характерно, такое хлебно-дрожжевое, такое какое-то кислое послевкусие, как будто вот уже все уже сбродило, перебродило, и вот уже сидишь, уже вот это вот все, ну, что-то вот есть, вот это вот последнее, вот это послевкусие, вот не было бы его, я бы сказал, слушайте, нормально, берите, но с другой стороны 50 рублей, но опять же, с другой стороны, я давным-давно уже говорил, что вот это вот соотношение цена-качество, вот это вот топ за свои, то есть я не очень его люблю, то есть я понимаю, что все равно никуда не денешься, все равно как бы, ну, цена это тоже очень важный фактор, но опять же, вот это топ за свои, то есть, соответственно, типа, то есть чем дешевле пиво, тем больше мы прощаем всякое поганое послевкусие, ну, ну, черт его знает, то есть как бы, то есть по логике, по такой логике, то есть если вам предложат там пиво, там, не знаю, за 10 рублей куда-то, не знаю, насыт пивовар, то вы такие, ну да, сюда нассал пивовар, но 10 рублей, то есть как бы, самое дешевое пиво на свете, вообще самое дешевое пиво на рынке, вот, и оно будет топ за свои, и здесь я, ну, не очень согласен, то есть понятно, что мы обращаем внимание на цену, но, слушайте, но опять же, то есть если вам вот эта вот мужицкая, вот эта вот разливная тема вкатывает, то вам и это пиво понравится, единственное, что мне, наверное, хочется сказать, то есть если это премиум квалити, бритиш стайл, пинт, и вообще все это такое модное, прикольное, то, соответственно, это какой-то вот типа а-ля премиум, то есть это пиво должно быть лучше, чем классическая линейка, я думаю, а что же тогда происходит с классической линейкой, если вот такой вот коронет, завод лицкого пива, относит к премиуму, вот, дальше сам дешевое пиво, по 50 рублей, каждая баночка, между прочим, честный 0,5, по-моему, да, пиво одного бренда, пиво First Keg, First Keg in Deutschland Gebraud, то есть мы здесь, ну вот, опять же, все, что я вижу, это попытки сделать импорт, то есть это какое-то дешевое, супер дешевое пивко, оно реально стоит по полтиннику, то есть, чуть-чуть, по-моему, подороже, 50, по-моему, с чем-то рублей, я его купил, а, 59,90, то есть по 60 рублей, извиняюсь, это пиво стоит, 59,99, то есть стоимостью менее 1 евро, дорогие друзья, то есть я боюсь представить, почем это пиво, в себе стоимость получилась в Германии, что самое интересное, в Германии я это пиво не видел, то есть если пиво Эггер в Австрии продается, то пиво, соответственно, First Keg, как на самом деле и пиво Liebenbräu, я в Германии не видел, и понятно, что все это исключительно вот эта вот экспортная тема для того, чтобы те люди, которым западло пить отечественное, они пили дешевый, ну как, короче, я уже сто раз уже рассуждал на эту тему, и вот, кстати, здесь достаточно интересная тема, то есть Лайгер крепость 5,4, а пшеничка 4,9, при том, что обычное немецкое пшеничное пиво, обычный Вайдсен, он как раз-таки покрепче, то есть Вайдсен должен быть там 5,5, 5,2, там, грубо говоря, 5,4, вот, а Лайгер должен быть как раз-таки до 5, здесь получается, что Лайгер крепче пшенички, да, я сейчас уже тут зануду включил, сварено это, сварено это, а, сварено это у наших друзей, это пивоварня Оттин, всего-навсего, я, кстати, я не знаю, не хочу строить теорию заговора, но вдруг, я не знаю, а вдруг это пиво вообще варится где-нибудь в Московской области, не знаю, там, или под Калугой, где-нибудь под Воронежем, вот, а просто существует какая-нибудь там а-ля, не буду сейчас ничего говорить, а импортер Russian Venture, инвестментс, но, не знаю, Оттингер много варит пива, варит пиво по контракту, варит пиво для, для крупных магазинов, для Бристоли, для Красного и Белого, и так далее, понятно, что это гигант, понятно, что это главная пивоварня, и понятно, что, наверное, они могут вписываться, фу, господи, почему такая вонь пошла, почему они, почему они могут вписываться в такую цену, ну, очень дрянной запах, я не знаю, может, у меня какая-нибудь ковидная опять тема пошла, но мне вот, мне снова пахнет какой-то, какой-то дрянью, пахнет дешевым, каким-то спиртовым коктейлем, ну, какой-то вот такой вот пробивается опять мощный такой, прям, этанол пробивается, и опять же, хочется вот эту порошковую теорию поразвивать, но хрен знает, попробуем. Вот, опять же, классическое порошковое пиво, то есть, такой прям достаточно яркий солодово-карамельный вкус, потом это все сменяется на спирт, а потом это все смывается водой, вот и все, то есть, это, ну, вот, не знаю, вот просто вот сесть и залиться, этим пивом с рыбой, не знаю, там, с каким-нибудь, там, с борщом, с каким-нибудь, там, не знаю, с котлетой, с картохой, вот сесть, там, наверно, там, курочку пожарить, такую вот, чтобы прям мазиком ее обмазать, чтобы в духовке испечь, чтобы корка появилась мощная такая, или беляш съесть, вот как бы, вот каким-то таким хрючевым, вот как бы у вас это пиво прям залетит, прям на 10 из 10. Сидеть его, пить, ну, оно, ну, как бы не теплое, но оно чуть холоднее, чем температура в комнате, но при этом я его в холодильнике сильно не держал, потому что, опять же, почему-то, Никита, все пьешь, пиво теплое, я пью пиво не теплое, я пью пиво, где-то температуры, там, в районе, там, не знаю, там, 19-20 градусов у меня каждая банка, потому что понятно, что если я пиво там охлажу хорошо, я его охлажу, там, градусов, там, не знаю, там, в холодильнике у меня плюс 4, я его охлажу до плюс 4, достану, начну пить, оно мне понравится, потому что все пиво холодное, оно все, как бы все, его недостатки, они все сглаживаются, то есть охлаждать каждое пиво до той температуры, которая рекомендуется к употреблению, но, во-первых, это дрочильня, вот, во-вторых, нигде не написано, ни на одном пиве, и, о, кстати, смотрите, по вопросам качества обращаться к контроль собака x5.ru, то есть это пиво сварено оттингером специально для x5, вот, выяснили, я практически как запрещенный в России фонд борьбы с кору, не знаю, то есть ни на одном пиве, если вы возьмете, ну, хорошо, на некоторых сортах пива, на некоторых, на единичных, то есть если мы возьмем там 100 сортов пива, в лучшем случае там на одном или на двух будет написано, при какой температуре конкретно это пиво нужно употреблять, понятно, что есть там некоторый стандарт, понятно, что лагер там 10, там 11, там пшеничка, там какие-то 15, не знаю, я не помню абсолютно, вот, но мне кажется, что честнее пробовать это пиво прохладным, то есть ни холодным, ни теплым, потому что понятно, что теплое пиво это поганья, а полная вообще просто дрянь, но слегка охладить это пивко и начать пробовать, мне кажется, это самое честное. Три предыдущих пива я, скорее всего, выпью сегодня, вот, а это пиво я пить не буду, 100%, потому что, ну, ну, вот это прям, прям, прям погань, прям мерзот, и вот это вот на самом деле, опять же, вот от всего этого пива веет, вот которое, псевдоимпортное, но при этом сварено, то есть видно, что прям сварено оно по заказу торговой сети, понятно, что, как работают торговые сети, то есть понятно, что должна быть какая-то цена, то есть это прям четкое техзадание, то есть вы должны сварить какую-то сань, которую мы продадим за 60 рублей. Оценка торговой сети, может, не очень большая, но и 60 рублей тоже, это меньше 1 евро, ввозные пошлины, акцизы, упаковка, логистика из Германии привезти, не хрен собачий, это все равно, то есть себестоимость этого пива, она копеечная, то есть ни о каком там немецком качестве речи быть не может, там стоит обычное, классическое оборудование, которое стоит, не знаю, там как на какой-нибудь Балтике, как на каком-нибудь там Очакове и так далее, то есть грубо говоря, это стоит там не в Питере, не в Москве, это стоит в Германии, вот, и абсолютно такое же оборудование, абсолютно такой же заказ торговой сети, абсолютно такие же сотрудники, более того, на 100% конечно не могу сейчас утверждать, но мое просто имхо, мерзкое слово, короче, я считаю, что есть какая-то команда наших соотечественников, которые причастны к Оттингеру, вот, иначе, ну, наверное, не было бы такой тесной любви Оттингера и Российской Федерации, а поэтому разницу между пивом Фюрст Кек, например, и каким-нибудь там пивом Очакова, я не вижу абсолютно никакой, кроме того, что пиво Очакова это честно, а пиво Фюрст Кек, это не честно, это, ну, по сути, это, ну, некий фейк, который создали ради разнообразия, завтра будет не Фюрст Кек, завтра будет, не знаю, Цвингершвайнер Капфен Брюмен, Цвигельхаймер, то есть, как бы, и вот абсолютно вот такая же жижа будет налито в другую банку с другим брендом, и любитель пива такой, с пятерочки такой, о, а какое-то новое импортное пивко, куплю-ка я себе на вечер пару баночек, вот, а и, по сути, навернет в итоге тот же самый Фюрст Кек и Дойчлингебраухлагер, вот, нах, демрэнгебон, и вот этот опять закон о чистоте пива, господи, как они достали с ним, ладно, давайте попробуем пшеничку, и многие пишут, что, типа, действительно, у некоторых таких вот а-ля фейковых сортов, у них очень плохо получаются именно лагерные сорта пива, а пшеничные сорта, типа, более-менее ничего, то есть, там, вот эти вот всякие, мекленбургеры какие-то, еще вот, вот эти вот все темы, а многие писали, что, типа, именно пшеничное пиво, у них более-менее норм, вот, но, дескать, как у немцев-то и в Айсбире не получится, ну, короче, представьте, что, по запаху, что вы налили в стакан неплохое пшеничное пиво, немецкое импортное пшеничное пиво, но вы его нюхаете в общественном туалете, то есть, вы стоите где-нибудь там, не знаю, у ряда писсуаров, вот, и вы с бокалом пива, и вот вы его к носу поднесли, и запах хорошего немецкого пива смешался с запахом писсуаров, вот это вот запах пива First Cake Weiss Beer, по вкусу поприятнее, по вкусу поприятнее, но все равно есть какое-то такое вот дрянное послевкусие, а именно вот какое-то вот оно горько-спиртовое, это как, ну, я не знаю, вы встретили милую, красивую девушку, какую-нибудь такую миниатюрную, такую, прям с детским лицом, какую-нибудь такую, не знаю, там в платье какая-то, она вся такая очаровательная, улыбается, а потом она открывает рот, и из него льется просто мат, просто она через слово начинает там, не знаю, какими-нибудь там пятиэтажными оборотами она начинает там фигачить, и как бы вот начинается такой вот диссонанс, здесь то же самое, здесь вот какой-то тоже случается диссонанс, потому что в принципе вот именно база, то есть чувствуется, что вот, то есть, ну вот как будто было хорошо, но взяли и специально испортили. Все равно это пить приятнее, но при этом, опять же, там тоже самое хамовники, баварская, по-моему, которая, московская поверденная компания, которая, которая в Асбир, она, по-моему, лучше. И опять же, честнее, потому что, ну как бы, Оттингер и московская поверденная компания, это по сути, ну, ну как бы разницы между ними большой нет, опять же, еще раз говорю, просто одни находятся в Московской области, в Мытищах, а вторые находятся, где, простите, Кольмарштрассе, Готха, не знаю, где находится город Готха, но хрен его знает. Короче, вот это пиво, ферсткек, оно сегодня самое дешевое, оно самое поганое. И вот поэтому я его в этот вот поганый угол, я его сюда и поставлю. Ну и что я могу сказать? Наверное, Либенброй вот этот вот, он меня сегодня очень порадовал, на фоне того, что остальные, как бы, результат, который остальные показали, Либенбрау, этот Либенброй нормас, пить можно, брать можно. И, кстати, на самом деле, то есть я уже много раз говорил, что я вполне себе позитивно отношусь к пиву, которое называется Bayreuter Hell. Оно продается и в бутылках, в той же, кстати, пятерочке сегодня стояло, и очень часто ее можно встретить на розлив. Стоит оно в районе сотки, и на самом деле довольно чистое, приятное пиво. Вот, и опять же, ну, я вспомнил Бэкс, вот у меня, кстати, здесь стоит баночка Бэкса, не знаю, что они такое делают, но Бэкс продается реально по низкой цене. Бэкс продается реально там чуть дороже одного евро, там в районе 90 рублей, иногда даже ниже, иногда даже там были какие-то сейчас акции там а-ля Актоберфест, и оно там чуть ли там, ну, я говорил уже сегодня, чуть ли не по 75 рублей. Вот, то есть, как по мне, это эталон недорогого пива, которое можно купить в крупных торговых сетях. То есть, именно если мы говорим про светлое, классическое, импортное пиво. То есть, вот, пожалуйста, вот Бэкс, вот вы берете, его пьете, лучше Шпаттен, лучше вот этих вот всех прибалтийских лагеров, которые вот там огромное какое-то несусветное количество, лучше Байройтер и этого же самого. То есть, Бэкс прям вот прекрасно, прям затариваете его в холодильник, пьете, и все, и вам хорошо, и вкусно. Либбинбро, это тоже нормас, то есть, пить можно, я начал что-то привередничать, а потом вот этого всего навернул, и понял, собственно, что вначале действительно было окей. Вот, эггер, эггер ничего, но под эггер надо поесть. Вот, коронет тоже ничего, если вы, если вы мужик, если у вас вот это вот дрожжевой вот этот привкус, если он вас не смутит, если вам будет нормас. Ну, опять же, вот сейчас вот пьюб стояла, выветрилась, и вот прям такой вот кисло-дрожжевой запах, то есть, это запах, запах разливайки, вот в литру зайдете, и вот, вот это вот вы почувствуете, то есть, ну, ну, не погано, не погано, но пойдет. Вот, короче, вот такой сегодня получился обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали. А еще раз напоминаю про пиво, которое мы вместе с ребятами с пиварни Триггер сварили для наших магазинчиков. Боярышник, шлычок и коньячок, невыносимая легкость питья, вкуснейшая газешка с крыжовником, лаймом и базиликом продается, ну, по сути, только у нас. Вот, а на сегодня все, с вами был видеоблог Бирваря, спасибо вам большое.